Воспитанники тренера Евгения Хомутова 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 Три шайбы ворота соперников удалось забить нашим игрокам, однако пропустили они гораздо больше. И грусть нашего вратаря Никиты Кочнева, кстати, занимающегося в знаменитой московской школе крылья советов, была понятна. Потому что поиграли. Из-за чего, как думаешь, пропускались шайбы сегодня? Не везло. Свою игру ты можешь оценить? Как сыграл сегодня? По оценкам. На пятерку, на четверку, на тройку, на двойку? На троечку. А почему? Потому что много попустил. 16 голов, болел. Безусловно, если бы не поддержка родителей, как моральная, так и финансовая, может быть, и не было бы в Угличе самобытной, интересной и уже подающей большие надежды команды. Неоценимая роль. Если бы не родители, мы вообще не выступали. Автобус дают только на один турнир. На остальные, на тренировки, на вторые, на остальные турниры ездим за свой счет, на машину. Я считаю, что роль родителей неоценимая. То есть, патриоты. Ваша оценка выступлений команды в этом сезоне? То есть, сезон заканчивается? Если по пятибалльный, я оценил бы на четыре. Все-таки один турнир мы выиграли в Вологодской области, в другом турнире четвертое место заняли, хотя могли и в тройку войти. Ну, а о том, чего не хватает Угличанам, поведал нам после матча и тренер-хозяев, известный в прошлом хоккеист Сергей Кислицын. Прежде всего, это понятно, что нужен лед. Круглогодичный, я имею в виду. Пусть вы там на открытом льду где-то катаетесь сейчас, но этого совершенно мало. Где-то сюда приедут, это тоже мало. Нужен свой лед. Тогда только какое-то движение будет. Ребятишки так, у вас хороший тренер, я смотрю, нормально занимается все время. Все конкуренцию как бы создает, но все равно чувствуется, что ледовой подготовки не хватает. Закончить сюжет хотелось бы уже избитой на протяжении многих лет просьбой в адрес властей всех уровней и спонсоров самого разного масштаба. Помогите построить в Угличе каток с искусственным льдом. Эффект от этого превзойдет самые оптимистичные ожидания. Поверьте. Продолжение следует...